Всем привет, меня зовут Юлия. Сегодня я буду говорить об очень популярных книгах, которые по какой-то причине мне не понравились. И скажу сразу свое отношение к популярным книгам. Я не отношусь к ним брезгливо, я не жду какого-то момента, пока книга перестанет быть на слуху, когда они перестанут говорить из каждого утюга. Я, как правило, сейчас стараюсь читать тогда, когда мне этого действительно хочется, когда мне это интересно, а не ждать какого-то более удобного момента. И на всякий случай уточняю, что это всего лишь мое субъективное мнение, мое отношение к определенным историям, и оно никак не влияет на ваше мнение, если вдруг оно у вас отличается от моего. Так что давайте начнем, не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если вдруг вы смотрите видео без подписки. Информация для тех, кто смотрит каждое мое видео, здесь будет несколько повторений из предыдущих роликов, поэтому в тайм-кодах будет все прописано, перематывайте, если что. И начнем мы с очень популярной и очень полюбившейся многим книги, это Делия Олэнс «Там, где раки поют». Я читала ее прошлым летом, мне захотелось чего-то атмосферного, чего-то летнего, а в этой книге как раз очень ярко и красочно описывается природа, болотистая местность. Здесь нам в этой книге описывается история девочки, которая осталась без родителей, и жили они в такой очень болотистой местности, там нет цивилизации, там несколько хижин, можно сказать, которые в прямом смысле стоят на болотах. И вот наша главная героиня остается без родителей в 9-летнем возрасте, и получается ей приходится выживать. Девочка в прямом смысле воспринимается нами как дикарка, в той местности особо не интересуется детьми социальной службы, и наша девочка пыталась ходить в школу, но потом у нее не получилось, потому что она просто не может социализироваться, ей это даже не нужно. Она на своих болотах чувствует себя как рыба в воде. Девочка растет, взрослеет, и для меня до сих пор загадка, как ребенок мог выжить, вырасти в таких условиях. Ну да ладно. По мере развития сюжета нашей главной героине будут встречаться хорошие люди, плохие люди, и это еще одна моя большая претензия, что люди здесь делятся на черных и на белых. Поступки либо только очень хорошие, либо только очень плохие. Слишком даже яркий контраст того, как нам показывается внешний мир, что он злой, плохой, жестокий, а природа и ее родные болота это хорошо. И это единственное спокойное и родное место, где может выжить ее дикая безудержная душа. Также по ходу сюжета нам расскажут о некоем совершенном преступлении, в котором подозревают нашу главную героиню. И эта детективная линия, по моему мнению, одна из самых слабых детективных линий, которые я когда-либо где-то встречала. А также в финале автор поступает очень странным образом, когда расписывает до мелочей все те действия, которые происходили до момента совершения преступления, но почему-то не показывает сам процесс преступления и того, как все случилось на самом деле. Это настолько странно, это так сильно поставило меня в ступор, сделаясь злилась, потому что это очень нечестно по отношению к читателю. Книга для меня оказалась очень нереалистичной, в какие-то моменты сказочной, из-за вот этого деления на черное и белое, на только хороших, только плохих людей. И само преступление тоже выглядит нереалистично и неправдоподобно. Так что в этой книге мне очень понравились только красивые, очень атмосферные, красочные описания природы. На этом все, к сожалению. Следующая книга это Диана Сеттерфилд и тринадцатая сказка. К сожалению, к этой книге тоже не смогла я проникнуться, но начиналось там все очень и очень интересно и загадочно. Нам рассказывается о главной героине, которая, по-моему, работает или ее семье принадлежала книжная лавка. И вначале все буквально, знаете, дышит этой книжной эстетикой, кругом книги. Все очень красиво, атмосферно. И эту книгу, наверное, идеально читать осенью, когда за окном дождь, ты сидишь, укутался пледиком и читаешь интересную, очень загадочную историю. Завязка в том, что у нашей главной героини приходит письмо от известной писательницы, которая за всю свою жизнь не дала ни одного интервью. И вот наступает такой момент, когда она наконец-то решается на это и просит нашу главную героиню в этом письме, чтобы интервью взяла именно она по какой-то причине. Наша главная героиня соглашается и отправляется в особняк, в поместье этой известной писательницы. И вот там тоже все очень атмосферно. Все как будто бы дышит духом старой Англии. Иногда можно поймать себя на мысли, что это немножко напоминает английскую классику. Но у меня какая была тоже еще небольшая претензия, что автор очень сильно хотела, чтобы это походило на английскую классику. И иногда это выглядит как подражательство. И чувствуется в этом что-то искусственное, что-то притянутое немножко за уши, что-то не совсем органичное и чужеродное. И вот наша главная героиня живет в этом особняке. И каждый день она беседует с писательницей, которая рассказывает ей свою историю. И история ее действительно очень интересная поначалу. Она полна загадок и интриг, семейных каких-то междоусобиц. И вот эти семейные какие-то тайны, вот это грязное белье, которое она вываливает на нашу главную героиню. Иногда это шокирует своими подробностями, своими страшными мерзкими событиями, которые происходили в ее жизни. И тебе поначалу реально интересно, ну чем же это все может закончиться. А потом, по мере приближения к финалу, автор и рассказчица очень часто напоминают читателю о том, что это еще не конец. Подождите еще немножечко, еще чуть-чуть, и вы узнаете развязку, вы узнаете, что было на самом деле. И меня такое очень сильно злит в книгах, потому что я хочу, чтобы мой интерес, интрига, которая идет от начала и до конца, от первой до последней страницы, чтобы она возникала естественно. Мне не нужно вот так вот тыкать меня носом в то, что не закрывай, пожалуйста, книжку, пожалуйста, дочитай до конца и узнай, что там будет в конце. Гораздо интереснее выглядит история, где рассказчик не делает акцент на неожиданной развязке, где ему не приходится постоянно напоминать читателю, подожди, не закрывай книжку, вот через 50 страниц тебя ждет вот этот поворот. Так что после вот этих бесконечных напоминаний я в конечном итоге просто перегорела, и мне стало совсем неинтересно, как история закончится. Концовка, да, неожиданная, но мне уже настолько было на это все равно, что я обрадовалась, что наконец-то книжка закончилась. Следующая книга это Ширли Джексон «Призрак дома на холме». На эту книгу очень часто в своих произведениях ссылается Стивен Кинг, по-моему, из последнего это было «В жребии Салема», он прям цитирует какие-то куски текста из этой книги, называется о ней как о чем-то невероятно жутком, тревожном, страшном, и, мол, это одна из самых страшных книг, которые он читал в своей жизни. Я, в свою очередь, очень часто встречала эту книгу в подборках страшных, жутких книг, книг про страшные дома, и, естественно, мне тоже стало интересно, что там такого жуткого. В итоге получилось, что очень страшным в этой книге оказалось только мое разочарование и сожаление о потраченном времени. Здесь у нас суть в том, что есть какой-то очень старый особняк, вокруг которого ходит множество легенд, и есть компания людей, исследователей, скажем так, аномальных явлений, которые отправляются в этот особняк, чтобы проводить какие-то измерения, наблюдения. На собственном опыте убедиться, что там происходит, и написать после этого некую научную или околонаучную работу. Сначала здесь действительно очень интригующе, потому что дом показан действительно очень странным. В него, когда заходишь, ты чувствуешь себя неуютно, он какой-то весь непропорциональный, он нагнетает страх одним своим видом на людей. Каким-то образом, находясь в этом доме, люди ведут себя странно, не так, как в обычной жизни. Мне очень понравились эти описания, мне очень понравились размышления о природе паранормальных явлений, и о том, как они влияют на разум человека в разных условиях. Но что происходит дальше? Наши герои дожидаются, пока наступит ночь. Ночью происходит какая-то дичь, они то ли вызывают призрака, привидения, в общем, не пойми что. Все боятся, все собираются в одной комнате, жмутся друг к дружку в кучке, и, собственно, ждут, пока уже это прекратится. Что происходит дальше? Наступает утро, они расходятся, и на этом все. Нет никаких обсуждений того, что произошло, вообще нет ничего, они просто продолжают жить дальше. Дальше происходят вообще какие-то странные вещи, потому что наши главные герои начинают вести себя как подростки. Они ведут какие-то странные диалоги. Они вместо того, чтобы заниматься исследованием, изучением этого дома, природы этих явлений, они выясняют отношения. Это выглядит так странно, так неуместно. Ты думаешь, почему страшная тревожная история, которая была вначале, превратилась вот в это? А дальше текст вообще выглядит так, как будто из него вырезали несколько кусков из рукописи. И это какое-то очень дерганное, рваное повествование, которое совсем не выглядит целостно. Может быть, конечно, я чего-то не поняла, может быть, есть какие-то скрытые смыслы между строк, но я, к сожалению, их не нашла. И с большим... И с большим сожалением о потраченном времени перевернула последнюю страницу. Следующая книга или даже цикл в этой подборке — это Майк Омер и «Внутри убийцы». Я начинала также его читать летом, брала книгу в библиотеке, и мне совершенно не зашло. Я не вижу в этих персонажах, в этой истории совершенно ничего нового, что я бы раньше не встречала в книгах или фильмах, триллерах. Персонажи были настолько плоскими, что второстепенные порой на их фоне выглядели объемнее и интереснее. Это очень странно для меня показалось. И я подумала, что я не хочу тратить много времени на целый цикл, и не очень хочется копаться в мыслях маньяка, которые там были с первых страниц главы от лица маньяка, то, как он подготавливал жертву. Мне совершенно не захотелось историю продолжать читать. В книге было очень-очень много клише, которые встречаются в этом жанре. И да, можно сказать, что в жанровой литературе невозможно обойтись без клише. Я согласна с этим. Но лично на мне клише работают тогда, когда я верю в персонажей, когда они действительно интересные, у которых есть история интересная, за которыми интересно наблюдать. И в этом случае так не получилось. Для меня герои были плоскими картонками, которые просто существуют на страницах книги, они живут в истории. Вообще, конечно, каждый раз интересно наблюдать за собой, когда жанровая литература в каких-то случаях тебе заходит, а в другом случае, когда те же самые клише, но уже совершенно все не нравится. Это каждый случай индивидуальный, невозможно угадать, что понравится, что нет. Точно так же с персонажами. В каких-то ты веришь, находишь что-то в них близкое, что-то живое, а другие совершенно тебя не интересуют и не привлекают. Следующая книга — это Александр Дюма «Граф Монте-Кристо». Много я о ней говорить не буду, потому что уже не раз упоминала в других видео. Скажу только то, что у меня были огромные ожидания от этой истории. Я ожидала чего-то жутко захватывающего, чего-то. Вот о чем говорят, что ты не уснешь, пока не дочитаешь. От первой до последней страницы держится интрига, и ты просто от книжки не можешь оторваться. И поначалу действительно так и было до того момента, пока Эдмон Дантес попал в тюрьму. После момента его освобождения начинается какая-то жуткая тягомотина, и мне это читать было просто невыносимо. Я бросила, не дочитала, по-моему, даже первый том до конца. Мне было жутко обидно. Для меня все-таки такой темп повествования, когда очень подробно описываются передевания, очень подробно описываются маскарады. Причем, ладно, если бы это имело какой-то смысл для истории. И да, я прекрасно понимаю, в какое время был написан роман. Прекрасно понимаю, какой тогда был темп жизни. Но сейчас для меня это воспринималось очень-очень тяжело. Я прям мучила и заставляла себя. Также в этой книге мне не понравилось, что автор очень сильно снисходительно относится к своему герою, к Эдмону Дантесу. Он очень сильно его жалеет, и все время у него как-то все легко получается. Ты думаешь, ну блин, я что, сказку взяла читать? Можно мне, пожалуйста, немножко реализма? Так что, к сожалению, с этой книгой тоже у меня не сложилось. Хочу рассказать не об одной книге, наверное, а вообще в целом об авторе, с которым у меня не складывается. Это Франк Телье, к сожалению. Когда я только о нем узнала, я была уверена, что те темы, на которые он пишет, и те ситуации, в которые он заставляет погружаться своих персонажей, это максимально мое. Потому что это вечно какие-то игры разума, это игры памяти, это то, что связано с экспериментами над человеческим разумом, и все такое прочее. В общем, я это очень люблю, мне это интересно. Но, к сожалению, оказалось, что это совсем не мой автор. Вот по каким причинам. Во-первых, для меня в его книгах очень много смакования мерзостей. Я объясню разницу. Я считаю, что есть смакование мерзостей, и есть описание мерзости. Вот когда в книгах, в триллерах или где угодно есть описание, например, что-то физиологичное, что-то неприятное, что-то анатомическое, в этом случае я могу читать это спокойно, никак особо через себя не пропуская. Еще бывают случаи, когда что-то мерзкое описывается очень красивым художественным языком, и ты читаешь, ты понимаешь, что это очень что-то неприятное, очень противное, но это так красиво написано, что ты не можешь от этого оторваться. Есть Франк Телье, который использует в своих книгах, по моему личному мнению, смакование мерзостей, только лишь для того, чтобы шокировать читателя, как-то его удивить, может быть, этим, и тем самым отвлекает внимание от сюжетных дыр и от других недостатков. Я такое не люблю и не приветствую. Как правило, его книги очень динамичные, иногда даже слишком динамичные, когда ты не успеваешь за событиями, одно событие сменяет другое. Вот знаете, у меня такая проблема есть, когда мы с мужем садимся смотреть кино, например, это боевик, и если начинается сцена стрельбы, какой-то погони, я могу в прямом смысле на этой сцене уснуть, потому что, я не знаю, мне очень скучно наблюдать за бесконечно сменяющимися событиями. Возможно, это странно, но у меня вот такая особенность есть. Мне не хватает повествования, мне не хватает контекста, чтобы я могла в историю погрузиться, чтобы я могла с интересом читать или смотреть. У Франко Телье точно так же, мне не хватает вводных данных о персонажах, мне не хватает данных об их характере, мне недостаточно они всегда раскрыты. Я прочитала у него «Лес теней», это одна из худших книг предыдущего года, и читала, начинала, точнее, читать «Сновидение». И вот в «Сновидении» раскрывается такая болезнь, как нарколепсия, когда главная героиня в какой-то рандомный момент может вырубиться и проснуться где-то совершенно в другом месте, неизвестно, что с ней происходило. И книга вообще жутко неправдоподобная, и что еще меня сильно там бесило, это какие-то пафосные фразочки, которые вообще неуместны. Например, про нарколепсию, когда очередной приступ случался у главной героини, автор, рассказчик, говорил нам такую фразу, что что за мерзкая змея нарколепсия, снова ее настигла, и такая, господи. Можно как-то чуть-чуть понизить градус высокопарности, потому что уже перебор. Так что с Франком Телье, к сожалению, мне не по пути. Следующая книга, или даже цикл, это Дженнифер Арминтроуд и «Из крови и пепла». Первая книга цикла. Я помню, что когда читала первую, мне она понравилась, вот когда начала читать вторую, поняла, что я вообще не хочу цикл продолжать. Суть в том, что особо не буду углубляться в сюжет. Здесь у нас рассказывается о девушке, она у нас избранная, естественно. И у нее есть, скажем так, приближенный человек к ней из ее охраны, с которым будут развиваться какие-то отношения. В этой книге мне как раз-таки эти отношения и понравились. А вот все, что происходит на периферии, весь этот фэнтезийный мир оказался для меня обычными декорациями, в которые я вообще тоже не смогла поверить. И мне совсем было неинтересно наблюдать за этими политическими интригами, за этими отношениями, потому что они действительно раскрыты очень плохо, по моему мнению. И дело в том, что книга заканчивается на очень интересном месте, когда на всякий случай, спойлер, если вдруг кому важно, один из героев оказывается не тем, за кого себя выдавал, и между ними вспыхивает ненависть. И следующая книга, получается, должна была начаться от того, что мы бы наблюдали за тропом от ненависти до любви. И когда мы открываем вторую книгу, мы видим, что главная героиня, вместо того, чтобы испытывать сильные негативные эмоции и чувствовать ненависть, она смотрит на губы, которые она не может поцеловать, или что-то такое. В общем, она смотрит на то, какой он, боже мой, красивый, просто божество какое-то, сошедшее с небес. И я такая думаю, блин, у нас же должен был быть сейчас конфликт, у нас же должно быть от ненависти до любви, почему я читаю эти сопли сразу же. Короче, меня это сахарная вата выбесило, и я решила, что я цикл дальше продолжать не буду, к сожалению. Хотя первая книга мне понравилась. Следующая книга, это «Магазин снов» мистера Таллергута. Возможно, такие книги, как «Это просто мое книжное» нет. Я еще пока не смогла понять. Возможно, я читала ее не в том настроении, в котором ее нужно читать. Но здесь, в общем, такие очень житейские, простые истории, в которых нет особо никакой интриги, нет никакого напряжения. И, к сожалению, это явилось главным фактором, почему книга в итоге мне и так сильно понравилась. Что происходит? Люди, когда засыпают, оказываются в таком мире, где процветает индустрия сновидений. Есть очень много магазинчиков снов, в которые можно прийти и выбрать себе сон по любому своему запросу, по любым своим предпочтениям. Суть книги заключается в том, чтобы показать, что во сне может решиться любой тревожащий человека вопрос. Можно справиться со своими какими-то проблемами, со своими травмами, например, на работе или в личной жизни, или кто-то как-то справляется с утратами по-разному. И нам в таких необычных, немножко волшебных декорациях будут рассказывать разные истории разных людей и как они справляются со своими проблемами. Для меня оказалось немного это скучновато, я часто себя именно заставляла возвращаться к книге, потому что, как я уже сказала, для меня здесь не было какой-то сильной интриги, никакого элемента, который поддерживал бы мой интерес от начала и до конца. Но эту книгу очень многие любят именно за вот эту уютную и теплую атмосферу. Следующая книга это «Безмолвный пациент», популярнейший триллер, который я читала в позапрошлом уже году, но до сих пор, когда я его вспоминаю, у меня немножечко подгорает. Суть в том, что у нас есть главная героиня, которая как будто бы ни с того ни с сего выстрелила несколько раз своего мужа из ружья. А затем, после этого события, она не проронила ни одного слова. И ее поместили в психиатрическую клинику. Также есть главный герой, это психотерапевт, который каким-то способом будет пытаться наладить с ней контакт и сделать так, чтобы она все-таки заговорила. Хочется сказать, что несмотря на то, что действие основное происходит в психиатрической клинике, эта книга напрочь лишена атмосферы, какой бы то ни было, ее просто нет. Также меня очень сильно позабавило, как автор поверхностно прошелся по всем психическим заболеваниям, по каким-то понятиям, связанным с психиатрией. И здесь очень были такие забавные моменты, когда два психотерапевта стоят в коридоре и какими-то высокопарными фразами друг с другом общаются, которыми специалисты ну вообще никогда бы так не говорили в реальной жизни. Что-то вроде «Ты что, не знаешь, как себя ведут пациенты с диссоциативным расстройством личности?» Вообще-то у них какие-то такие-то симптомы. И я такая «Пффф, серьезно?» Ну никто так не говорит. Старцовка здесь, да, очень неожиданная, она все переворачивает с ног на голову, но когда ты отходишь от этого шока, ты начинаешь искать логику во всем происходящем, а ее просто нет. Если я скажу, что произошло, то, естественно, это будет огромный спойлер. Скажу только, что мне очень-очень жалко потраченного времени. Для меня это оказалась пустая и бессмысленная книга. Следующая книга это «Дафна дюмарье» и «Ребекка». На самом деле она относится к таким книгам, которые мне не понравились, но, возможно, я бы хотела ее перечитать. Здесь у нас главная героиня такая девочка, небогатая, из небогатой семьи, и в нее влюбляется очень состоятельный мужчина. Какое-то время они встречаются, и практически сразу он делает ей предложение, а она соглашается, потому что она жутко в него влюбилась, она сразу же в нем растворилась, и она просто не видит для себя другого выхода. А вот чувства мужчины, скорее всего, не взаимны, скорее всего, ему просто удобно. И вот они едут в его поместье, в его дом, и там начинают происходить очень странные события. Дело в том, что все, кто живет в этом доме, никак практически не обращают внимания на нашу главную героиню, точнее, они относятся к ней с неприязнью, они ни во что ее не ставят, и все время у них на устах только лишь имя Ребекки. Ребекка — это бывшая жена нашего мужчины, которая погибла при трагических обстоятельствах, и с этим будет связана детективная линия этого романа. Почему эту книгу мне было читать так сложно, долго и мучительно? Потому что главная героиня, она неинтересная совсем, она буквально серая мышь, у нее нет никаких собственных интересов, у нее неинтересные и скучные мысли, она полностью растворилась в своем муже, ни о чем другом не думает, а только лишь о том, взаимны ли его чувства. И это читать было так скучно, так утомительно, ты хочешь развития сюжета, ты хочешь развития детективной линии, которая связана со смертью Ребекки, но нет, мы читаем вот эту бесконечную рефлексию, которая растянута на много-много-много страниц, и от этого хотелось постоянно спать. Здесь мне очень понравился авторский ход, когда ни один из персонажей никогда не обращается к нашей главной героине по имени, она буквально пустое место, а книга называется именем Ребекки, которая самая яркая, самая интересная личность в этой книге, для которой хотелось бы побольше экранного времени, но нет, мы читаем о ней всего лишь несколько страниц, и мне этого было очень мало. Даже обидно, потому что вот это время, которое ей посвящено в книге, как будто бы не оправдывает название. Развязка происходит практически на самых последних страницах книги, и мы очень-очень долго топаем к этой развязке, что эта книга была очень красиво написана, очень атмосферная, очень загадочная, интригующая, но по итогу мне хотелось быстрее, быстрее, быстрее дочитать ее наконец. Пишите в комментариях обязательно, что из этих книг вы читали, где у нас мнения совпадают, где не совпадают, мне будет очень-очень интересно почитать. И спасибо за просмотр, совсем скоро с вами увидимся. Пока!